Девушки отдыхают Привет всем, кто дождался. Кто не дождался, передадите привет тем, кто дождался этого матча. Команда Empire играет против Nidia в пижамах. На данный момент Empire ведет 1-0 в серии Best of 3. Это Majoral Stars tournament. Естественно, играют команды до победы. И тут никто ни одного клаптика не будет отдавать друг другу, потому что выход в лан-финал данного турнира стоит накануне. Это европейская серия и сильнейшие команды европейского дивизиона вот сейчас перед вашими глазами. Nidia в пижамах. Совсем недавно унизили команду Power Rangers. Это было вчера. Сегодня они разобрались с Asus Polar, которых в нижнюю сетку выбили именно те Team Empire, которые сейчас в гранд-финале сражаются с Nidia в пижамах. Кто что понял, поздравляю. Кто не понял, все очень было просто. Просто я сложно объясняю простые вещи. Акс, Рубик, Леон, Варлок и Ликан для ниндзей. И Шейкер, Снайпер, Аппарат и Брюмастер вместе с Дизраптором для команды Empire. Ну, Резолюшн уже у нас забирает снайпера Йоку на Шейкере. Конечно же, кто как не Йоку будет играть на этом персонаже. Always Wanna Fly. На Ancient Operation Алоха Дэнс у нас на Дизрапторе. И Сайлент играет на Брюмастере. Формящий Брюмастер и Мид Резолюшн. Это уже интересно. Ну, Мид Резолюшн это обычно для команды Империя. А вот формящий Брюмастер на легкой. Это действительно весело должно быть. У NIP давайте сразу пойдем по персонажам. Кто на ком играет. Хэнскин берет у нас Леон Олимп, Варлок, это Мид Варлок, Хо-Хо-Хо. У нас серьезная дота начинается. Эра на Ликане у нас фармит легкую, как я понимаю. Силкид с Йонасом Фаном, Акс и Рубик, точнее, и Акс, соответственно. Ну что, команда Empire сразу пошла в чужой лес. Они хотят взять быка за рога. Пожалуйста, почему бы нет, если позволяют. Ну что, Эра здесь увидели. У Йоку имеется уже фиссура, но с двух сторон зажимают здесь игроков команды NIP. Если будут отступать, может, в принципе, и в бок Хэнскин. Запустить импейл. Ну, в принципе, выдавили отсюда. Здесь Алоха Дэнс собирается вардить. Как я понимаю, Алоха Дэнс видят. Видят его. Моментально пошел Хекс. Хауль провязал у нас эра. И Силкид не выпускает отсюда Алоха Дэнс. За фиссуру отправил его. При помощи телекинеза First Blood для команды NIP. В прошлом матче было точно так же. Точно так же было. Но, тем не менее, посмотрите на вот этот значок. Он говорит о том, что Empire выигрывает 1-0. Ничего страшного. First Blood сделала шведская команда. Россияне пока что отстают. Но это только пока. Warlock на лимпе у нас. На мид. Warlock готов фармить. Есть танго. Причем не свои пробустили на танго. Лимпа есть для фарма Нул Талисман. У команды NIP. Давайте на ранние артефакты посмотрим. Йонас Умфан купил Stout Shield. Купил Ring of Protection. Будет выход, понятное дело, в Tranquil Boots. Stout Shield есть для раннего фарма. Здесь против него будет Silent. В легкой. Брюмастер должен, в принципе, по горбу надавать Аксу. Так, Always One of Fly уже у нас через Челлинг Тач качается. Ну вот вам, пожалуйста. 2-3 удара и Акс должен уходить под свой Тауэр хилиться. Если не хочешь хилиться, будешь умирать. Silent без маны пока что. Но у Silent достаточно хило. В принципе, ХП от Регенит. Акс получает у нас еще и от Алоха Дэнса на Дизрапторе. Куда у нас ушел Always One of Fly? Он пока что в лесу. Пока что не крадет экспириенс. Любой выход поближе от Акса должен заканчиваться Харасом того и самого Акса. Резолюшн пошел настреливать по Лимпу. Лимп у нас качается через Shadow World и Обхивал. Инти очень интересно. Кстати, не через Fatal Bands. Но, возможно, это попозже будет. Так, Шапнель пошла от Резолюшна. Надо попробовать размять у нас Лимпа. Лимп уже бросает хилку на себя. Ну, Резолюшн здесь, в принципе, по фрагам... Не по фрагам, а по размену ХП должен выигрывать. Потому что у него и побольше рейндж... Обычного физического дамага. Да и вообще по дамаге Варлока обыгрывает. Хотя ранний дэмэдж от Варлока 64 плюс 3, видимо. У Снайпера 47 плюс 3. Но это, опять же, вопрос двух-трех левелов. Дальше ситуация кардинально изменится. Первый выход от НИП. То ли они на руну, то ли они выходят на Резолюшн. В зависимости от руны. Руну здесь оставили, как я понимаю, для Лимпа. Никто ее пока не юзает. Вижен имеется ли у команды? Эмпайр нет. Вижена нет. Так, в это время у нас на сложной погибает Акс. Немножечко мы пропустили. Но у нас есть вот такая возможность. Акс дрался здесь против троих. Думал, Алоха Дэнса заберет. Нет, не забрал. Ха-ха-ха. Как смешно. Но забрали у нас Акса. И выход у нас на Резолюшн в Мид не состоялся. Под Хастой. Хэнскин отправляется у нас на топ. А что происходит у нас со сложной? Где вообще сложная? Йоку здесь. У Йоку второй с половиной левел. Йоку пока что без вменяемых каких-то артефактов. Но Бутс оф Спид приобрел это просто, чтобы подальше убегать, если на него будут выходить. Также 4 на 0 у него Крипстат. И это уже хорошо. Хорошо, что вообще его подпустили к Крипам. Ну, здесь Силкит вместе с Леоном, вместе с Хэнскином уходили в Мид. Уходили на руну. Йоку своем подфармил. На первом месте Эра по фарму. 18 на 5. Но это неудивительно. Он стоит в легкой. У Сайлента. Так, кстати, у нас здесь глимсуют Йонасом Фана. Надо пытаться его разобрать. Здесь еще очень долго по елкам будет проходить у нас Йонасом Фан. В принципе, разбирают. Разбирают без проблем. Сайлент забирает еще один фраг. Так, счет становится 2-1. У Сайлента КДА становится 2-0-0. И 15-5 по Крипстату. На первом месте, скорее всего, Сайлент так и есть. Видим, что 2-133 у него по Нетворцу. И Лекан, который вроде бы фармит соло, тем не менее отстает. Йоку пока не подставляется. Фраги команде NIP не дарит. Йоку еще и фиссурой по голове Хэнскину дал. Так, между прочим. У Хэнскина по Крипстату вообще ничего нет. 1-0 разве что имеется. И у Рубика 0-3 только за Д-9. И Лим приходит сюда. Лим будет обузить у нас банку через руны. А здесь Алоха Дэнс будет сторожить руну для Резолюшена. У Резолюшена... Если что вообще у Резолюшена. Покупал ли он себе банку? Нет, банку он себе не покупал. Конечно же, он у нас в Ринков Аквилла, как я понимаю, выходит. И дальше будут фейзы у Резолюшена и все сопутствующее. Я говорю о фейзах, я говорю о Моми, я говорю о шапнеле, насыпанной под ноги и расстреле Варлока. Лимб, по идее, должен здесь проседать. У Лимба уже есть 6-й левел. Тем не менее, может быть, при удачном выходе и на голову Резолюшена упадет камешек в виде голема. Пока что Лимб по левелу и по Нетворсу перефармливает Резолюшена. Даже непонятно мне толком, почему. В принципе, ХП не заканчивается здесь. Шадоу Уорд имеется в промакшене. Также есть для фарма все необходимое. Ну и опять же, базовый дамаг. 72 на 3 против снайпера. У снайпера 59. 72 и 59 для всех, кто умеет считать, понимают, кому легче фармить. Но здесь готов выход от команды Эмпайр в спину Лимбу. Лимба видят. Здесь ставят кинетик филд. Лимб подхиливает себя. И Лимб выживает 100%. Падает у нас кирпич. В принципе, ни на кого он падает. Фиссура пошла. Подстопили у нас хендскина. Надо уходить Always One Off Live. Always One Off Live, скорее всего, отдает команда Эмпайр. Я думаю, доковыряют. Догорит у нас такса. И Йонасом Фан ответил за всю боль, которая была у него на сложной линии. 1-2-0 становится счет у оффлейнера команды Эмпайр. Счет общий становится 2 на 2. Давайте глянем по графикам. Тысяча с лишним преимущества Эмпайр и более тысячи преимущества по Экспириенсу. Все это сосредоточено в руках Лимба. Безусловно. Видим, что по Нетворцу 2500 против 1600 от Резолюшена. Снайпер, который тысячу голды проигрывает на шестой минуте. У меня, честно говоря, много вопросов к такому снайперу. Йоку как стоит? У Йоку третий левел, у Йоку 4-0. Крипстат не меняется. Ну и КДА на месте стоит, и то неплохо. Хоть не умирает на сложной, это уже хорошо. Потому что Акс, мы видим, дважды погиб у нас на сложной и отправился в лес. Сайлент. Где, где, где Сайлент? Что у него с даггером? Даггер, в принципе, приближается. Тысяча погалдей есть после батла. Есть Пауэр Трэдс. Также уже Стаут Шилд. Базовый, в общем-то, Сайлент может себе позволить пофармить. И лес отдает линию Always Wanna Fly. Этому парню тоже надо хоть как-то в Hand of Midas выходить. У Йоку прилетает Солл Ринг. Ну, можно будет теперь хоть как-то подстелить крипов через Фессуру. Да и Харас хоть какой-то организовать. Как бы Тауэр только к этому моменту не упал. Волков у нас здесь прибивает Йоку. Падает бедная собака. Обездвиженная. 5-0. Счет у Йоку по Крэпстатам. 3-600. У Брюмастера. Брюмастер на первом месте. Еще и мультиспауны здесь будет отжимать. Ну, все это, в принципе, делается через Сандер Клэп. Поэтому ждем. Ждем, ждем, ждем. Сайлент дамагу в себя впитывает. И через Сандер Клэп поднимает еще немного денег. С последнего момента, когда мы обращали внимание на Сайлента, уже полтысячи появилось. А значит, близко, близко, близко Даггер. У Йоку до Даггера, понятное дело, что еще фармить и фармить. 2000 чуть-чуть меньше. Но только прилетел Сол Ринг. Ну и посмотрите на КДА, о чем вообще можно идти речь. Хотя Йоку 1800. Так, Йоку у нас здесь ловит. Ловят Йоку в Хекс. Импейлом достает у нас Леон Йоку. И погоня от бешеных собак. Эра съедает у нас Йоку. Счет становится 2-3. И, наконец-то, конечно же, для команды NIP умирает оффлейнер команды Empire. Счет становится 2-3, 34 по золоту. Заработали игроки Ниндзи в пижамы. Шведская команда, которая на данный момент проигрывает 0-1 в данной серии Best of 3. Ну, хоть как-то, хоть чем-то отвечают. Ну, злости у них, безусловно, побольше. И желание победить тоже не может быть иссякаемое. Снайпер, тем временем, Варлока убил. Сейчас немножко закончится у нас драка. И мы это увидим. Мы поймем, о чем у нас вообще речь. Это все было, естественно, через Брюмастера. Так, аппарат, тем временем, у нас забирает Леона. Леон погибает здесь. Ну, тут повторы одни за другим, видимо, должны быть. Еще и Рубик забирает у нас аппарат. А да что так? Где вообще все это происходит? Так, ладно, все. Крутить, 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 крутить назад. Как так-то, а? Варлок. После этого аппарат. После этого Рубик. Или наоборот. Все, давайте наблюдать за тем, что у нас происходило. Резолюшн под ноги бросает лимпу. Шрапнель падает на голову всем кирпич. Но здесь Сайлент. Сайлент раскладывается. Все. Резолюшн забрал Варлока. Здесь продолжается драка. Зацепили Хэнскина. Должны забирать его через Фессуру. Колдфит под ноги бросили. Умирает у нас Леон. Ну и сейчас должен умереть Always Wanna Fly. А вот почему умирает Always Wanna Fly. Волки, Фейтболт и Рубик забирает у нас Always Wanna Fly. Все. Можно возвращаться к игре. Счет 4-4. Да. Ничего не поменялось. Как хорошо, что есть дота. И как хорошо, что в доте в режиме зрителя есть такая вещь, как повторы. В это время у Сайлента мы очень удачно переключились. У Сайлента появляется даггер. А это означает, что врывы будут повсеместными. И у команды NIP уже где-то там да будет что-то сзади потрескивать. В плане того, чтобы выходить в Соло или стоять на лайне в Соло без подсейва от своих товарищей. Ну, разваливаются под Леканом, под Медальоном. Да еще здесь уже есть Владмир. В принципе, Эра выформил достаточно много. И саппорты сыпятся, конечно, за секунду. Резолюшн здесь наваливает Йонасом Фану. Ну, цель его, наверное, Лимб. Лимб, кстати, провязал обхивал. И обхивал практически на максимум. Сюда просто нельзя подойти. Но Резолюшн достал, наконец-то, до Лимба. Сбили ему хоть как-то обхивал. А Йонасом Фан здесь получает кучу дамаги. Фессуру ловит. Акс должен умирать. Акс умирает. Лимб тоже зажат. Лимбу не выйти отсюда. И здесь стоят просто втроем разваливают Лимба. Лимб еще по-прежнему живет. Провязал стики. Ну, наконец-то умирает. Резолюшн даблкил делает в этом файте. И сбивает у нас Аегис Эрия. Ничего себе пофармили Рошана Ниндзи в пижамах. Во-первых, Аегис уже потеряли. А во-вторых, под медалью рассыпается у нас Эра. В кого ты провязал медаль, мне непонятно, если ты собираешься умирать. Эра умирает. Счет становится 7-5. 3 в 0. С учетом Аегиса 4 в 0. Подралась Империя. И по итогу этого файта, по итогу этого файта, немножко раньше жми Fight Recap. Хочется мне самого себя посоветствовать. Сейчас на графиках увидим, что да как поменялось. Тхенскин в драке не участвовал. Он здесь вводит караваны крипов. Это просто мультиспауны. Нет, это просто побег от крипов. Ну, здесь крипы уходят у нас. В общем-то, линия будет более-менее пушиться со стороны команды Эмпайр. Хотя Always One Offline нормально здесь будет держать все. Так, у нас ульта пошла от аппарата. Куда ульта? Ульта здесь в одного силкида. Сюда же Фессура и силкид рассыпается. Нормальная комбинация. Ульта от аппарата, Фессурка и немножко дамаги от Огненного Ниндзи. Ой, от Огненного Панды, конечно же. Ниндзи у нас вот здесь играют за сторону Дайер. 8-5 счет на данный момент. Сколько на Рубике подняли? 61 монету заработали на Рубике. Но опять, наверное, Fight Recap меня подкалывает. Так, Сайлент. У Сайлента после Даггера появляется 920 еще на руках. Это хороший показатель. И Сайлент у нас на первом месте. Причем, опережает он Эру, который, во-первых, фармит Рошана. Фармил Элинии, который убивал дважды уже. Ну, Сайлент тоже, в принципе, не отстает в плане киллов. В общем-то, в общем-то, у Сайлента ситуация схожа с Эрой, только немножко получше. Так, что у Резолюшена? У Резолюшена выход в Яшу уже имеется. Там 340 на руках. До рецепта остается совсем немного. Есть Ринков Аквила. И с Резолюшен не пошел в стандартный итем билд снайпера. Здесь нет фазов. Мом может и появиться, но это будет попозже. Пока что без фазов. И это уже радует. Это не инкубаторные снайперы, которые действуют все по одной схеме. Дело, конечно, не в коэффициенте полезности. Конечно же, такие снайпера полезны, но наблюдать за ними из матча в матч – это полнейшая тоска. Тем более сейчас, когда давно заполночь уже перевалила на часа. 8 на 6 счет на данный момент. Империя впереди. По графикам этого не ощутить. По графикам Империя, конечно, отбила, потому что уступала 1500, но примерно в ноле. Ну и по экспириенсу тоже это не считается. Тауэр внизу разваливается у команды Империя. И надо подсейвить хотя бы Т2, потому что лекан здесь есть. Волки вызваны. Все это, в принципе, под Хаулем. Все это под Владмиром. Дамаги куча. Ну и НИП стягиваются к мид-лейну. Тут, в принципе, горит Тауэр по миду. Стоят иллюзии. Лимпа бьют. Можно выходить всем. Если... Так, очень круто, кстати, Алоха Дэнс может в бок зайти. Видит он Волков, понимает прекрасно, где кто находится. Always Wanna Fly. Сразу же агрится на Акса. Здесь, скорее всего, через Квиннинг Блейд разберут его, но он стоит на секундочку в ульте Дизраптора. Умирает у нас Аппарат. Умирает у нас Акс. Варлок тоже на ЛУХП. Варлок отправляется в таверню. Хаул провязал у нас Эра, но это для того, чтобы убежать. Минус 4. 4 в 1. Трипл килл от Резолюшн. Он просто стоял и бил с линии даже. Он даже не стоял в лесу, не находился. Резолюшн поднимает из этого файта дохренища денег. Сейчас мы узнаем, сколько именно. Тысяча. Но это 14-ая минута. Тоже понимаете, какой курс сейчас у монет. Тысяча по голде для Резолюшна. И общая стоимость данной победы 1490 по голде. Плюс 500 практически потеряли НИПы в данном разовом контесте. Ну, смотрим. 12 на 7. По-моему, дела у Империи идут вверх. И по графикам это очевидно становится. Выход на Т1 надо забирать. Пока прилетит сюда НИП. А вот, в принципе, и НИП. Нечего лететь. Поздно. Поздно выходить на Т1. Но свой Т1 от Дефали. Драку организовали еще до выхода на первый Тауэр по Миду. И смогли таким образом, во-первых, заработать. Во-первых, отбить свой Тавра. Во-вторых, еще неплохо по деньгам заработать. Что у Лекана? У Лекана после Владмира и Медальона пока что ничего не имеется. 960. А что там было в Курьере? Курьер, в принципе, пустой. У команды НИП добили пустого Курьера. Что у Варлока? У Варлока, который на миде стоял и формил очень хорошо. В старте этого матча теперь топ-5 показателей. И это явное снижение полезности. У Варлока остается все тот же Нул Талисман. Есть Глофс оф Хейст, есть Бутс оф Спид и Боттл. Больше толком ничего. Ну, Мэджик Вонт. Кто хочет считать, считайте. В принципе, Варлок остановился в своем развитии. Я говорю, это не только по деньгам. Он и по уровню пока что не очень блещет. Хотя 10-й левел это немало. У Резолюшена уже 11-й и близится к 12-му левелу. Разваливает ли Резолюшен еще и Тауэр у нас на миде. Империя пока что более уверенно себя чувствует. Йоку цепляет здесь Йонасом Фана. Наверное, отсюда не отпустят у нас Акса. Йоку здесь опять же загорел на себя всю команду. И разбирают моментально. Это Викет Сик от Снайпера. Резолюшен имеет КДА 7-0-2. 13 киллов сделала Империя. Из них 7 киллов сделал Резолюшен. И в двух еще поучаствовал. Сайлент здесь цепляет у нас Силкида. На него Ассасинейт от Снайпера. И это... И это... И это... Переведите ко мне. Как же это называется по-английски? Короче говоря, зверствует у нас Резолюшен. Черт, вылетело из головы. Ну, несложно. Чтоб что-то вылетело из головы, когда ты 10-й или, по-моему, уже 11-й час стримишь нон-стоп. Так, поймали у нас здесь Эру. Зажали его в кустах. Хотя он и сам себя зажал в кустах. Очень удачно ставит крипов, чтоб никто сюда не прошел. Но Резолюшен туда проходить не надо. Если Йоку пытался туда пробиться, то Резолюшен может издалека решать все свои вопросы. Майлот Сторм уже имеется у Резолюшена. 1200 на руках у этого парня. И Резолюшен отрывается очень уверенно от Варлока, который вроде бы поначалу его загнал на миде. 4500 у Варлока и 9000 у Резолюшена. Понимаете прекрасно? Это перефарм в два раза. На 17-й минуте 4500 преимущества Резолюшена. Варлок не так хорошо себя чувствует. Уходит в лес, но видим, что дела вообще идут не очень. Поэтому Hand of Midas приобретает у нас Варлока. Это говорит о том, что артефакты появляться будут вроде бы с нормальной скоростью, но это будет не скоро. Динамика нарушена, потому что вместо нормальных артефактов здесь потрачено 2000 на данную безделушку. Ну, понятное дело, загнали у нас Варлока. Сколько фрагов на нем сделали? Три уже сделали. Так, у нас влетает ульта Always One Offline. Кстати, Always One Offline на аппарате, по-моему, ни разу еще не промазал и в никуда ни разу не отправил свою ульту. Очень классно отыгрывает Always One Offline на данном саппорте. Саппорт, который заряжен под убийство, который все команды может своим ультом разбирать. Ну, пользы вносит нереальное количество при ровных руках. То, что у Империи ровные руки, это не обсуждается. Они играют в Гранд Финале. Тут, в принципе, иначе и быть не может. Под смоком выходит у нас на Эру. Если чем зацепить, надо глимсовать Эру назад. Эру назад никто не глимсует. Эра под фиссурой и колд фитом просто разваливается. 44 секунды у нас не будет Эры, а значит, можно пойти проверить, если Рошан... Рошан нет. Сайлент у нас уже покупает себе рецепт на БКБ. Есть ли у него что-то еще помимо рецепта? Нет. У Сайлента один рецепт на БКБ. 820 по голде. Ну, какая разница? В принципе, если артефакт будет целиком прилетать. Пускай. Снайпер после Мейлл Сторма покупает Яшу. И после Яши прилетает к нему еще и Сэндж Яша. Ну, все. По начальному левелу. 19-ая минута у нас только-только закончилась. У Снайперов есть уже более чем вообще законно доступно. Есть Сэнджин Яша, есть Мейлл Стром. С руки бьет по 160, плюс молнии вылетают, скорость атаки крутейшая. Все быстро, все хорошо, все полезно. Для команды NIP начинаются явно не лучшие моменты в данном противостоянии Best of 3. Во-первых, они проигрывают. Во-вторых, им нельзя проигрывать эту игру. И в-третьих, они проигрывают вторую игру. Короче говоря, по всем параметрам провал. В прошлой игре, в принципе, до какого-то момента ровной была каточка. А потом неудачно подрались NIP на хайграунде команды Empire. И после этого снесен был мид. Были снесены два Т4 и половина трона была снесена. С одного захода Resolution на Templar Assassin. Вместе с Silent на Bristol Back'е смогли разнести в пух и прах весь мид-лейн, который так долго держался. При том, что у Empire были снесены, если не ошибаюсь, бараки милишные уже к тому моменту. Ну круто, Империя знает, как наносить ответный удар. Как бы это тривиально и банально не звучало. Врывается ульта у нас на аппарата. Нет, аппарат отправляет ульту просто на лайн. На всякий случай она пролетит через Рошана и может быть даже кого-то зацепит на лайне. Хауль проюзал у нас Ликан. Под медалью очень быстро рассыпается Рошан. И я думаю, сейчас пожалеет команда Empire, что Always Wanna Fly ульту проюзал совсем не туда, куда мог бы. Эра здесь. Эра включает ульту. Always Wanna Fly стоит в стане. Хендскин моментально рассыпается. Resolution наваливает как дурной. Он просто стоит в километре. Крутейший эхо слэм от Йоко. Минус 4 от команды Empire. Трипл килл от Resolution. Ультра килл от Resolution. Йоко просто нивелирует команду NIP. А Resolution добивает последний гвоздь в крышку гроба команды NIP. Поздравляем Empire. Просто удачный файт. Просто 21 минута. Просто месть за все СНГ коллективы, которые за 2 дня NIP в пух и прах разбили. Поздравляем Empire. Они выигрывают данный гранд-финал. Они выигрывают квалификацию. И до встречи с ними в Малайзии. Быстрый матч. Все хорошо. Быстрая и интересная игра. Все было динамично, интересно, ярко. Первая игра была затянута на час с лишним. А данный матч меня более чем порадовал. Resolution 13-0. За 21 минуту GPM 592. Это при том Сосалити, которые устраивались на ранних левелах для него. Поздравляем Империю. Поздравляем всех болельщиков. У микрофона был друг. Это студия Игрокам ТВ. Мы услышимся с вами уже завтра. Спасибо всем, кто дождался до этого часа. Не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Это молодая и очень динамично развивающаяся организация. Я буду рад пообщаться с каждым, кто будет задавать свои вопросы. Поэтому ответы ждать себя не заставят. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Завтра уже услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok